Всех приветствую на своем канале. Это будет немножко спонтанная говорилка на обещанную как-то мною тему тех, кто на меня подписан, у гурта, в общем, моих подписчиков. То, что я, возможно, обещала еще месяц назад. Вообще, я хотела достать те цветочки, но у меня тут тура дня, тура дня, тура дня. И третий день, как я собираюсь, и наконец-то мне вроде выдалось время. Ну, в общем, если я успею ложиться за полчаса до приезда родственника, то мне повезло. А если родственник появится чуть раньше, то, видимо, придется дописать позже. Но вообще я хотела зажечь свечку. Зато вот подписчица. Она очень долго горит. Вообще, очень хорошая такая свечка. Я ее третий раз уже зажигаю. Она вообще пустая. Моя тетя считает, что ее надо было ставить на что-то. Ну, потому что она просто на стул, да. Ну, а я решила блюдечком. Ну, она в кадр у меня не влезает, поэтому я ее потушила. Ну, немножко порекламила свечку. Вообще, по курту. Я тогда в какой-то концепт поменяшка от Алены при распаковке волосей везде говорила. Ну, я стараюсь говорить тихо. Я не знаю, как в прошлой ссоре у меня был тихий голос или нет. Но мне там сказали, что слегка громкий волосинок зацепилась за очки. Очки. Хейтеры. Те, кто на меня подписан. Я считаю, что две трети подписанных на меня, как я тогда говорила, это закомплексованные люди. Закомплексованные в том или ином месте, тем или ином забвигом. Люди, которые, часть из них принимают. У меня им, видимо, как-то это близко, что вот какой-то у меня есть недостаток, на их взгляд, который ретнит меня с ними, как какая-то девочка, с кем-то воевала в комментариях по поводу маленькой пути. У меня нулевой размер, да. Это, в принципе, и так ясно видно. Вот сейчас я сделаю жертв, который, глядя на камеру, я, наверное, буду... Мама, Мия, Лёя в глазах, говорится. На самом деле, я сегодня вообще не спала. И если мне опять напишут, что я очень хорошо выгляжу, то будет подтверждение того, что когда я не сплю, все-таки рядовую по тем или иным причинам, чаще всего семейным обстоятельствам, то, значит, я похожа на человека гламурного, такого хорошего, видишь, даже насики что-то там вякали на камеру по поводу того, что это где-то Бриталька спустила. Она случайно спустилась. Васьки, если вы вдруг смотрите, приеду. В общем, бугурт я буквально недавно осознала, недавно назад, даже записала где-то, но бумажку потеряла. Вообще я тут вознял. В общем, остановились мы на том, что у меня там эти самые подписчики, две трети которых закомплексованной личности, и что у меня все-таки явилась родня, спустила воду или что там такое воздух из батарей. Меня вроде как затопили, вообще затопить хотели три дня назад. Пока хотели, во всем городе затопили, наши механки, видать, с лопойки. Вроде как на градус прибавилось, там 18, но что-то все еще хопно, поэтому я тут переоделась слегка. Я вернулась слегка из гостей, ну, частично там наработка, частично гостик. И такая маленькая шибачка. В общем, остановилась я на том, что две трети этих вещиков закомплексованной, из них одна, вторая. это те, которые понимают меня как этот центр такой. Ля-ля-бог. Я на кого-то, наверное, хорошо влияет, я так подозреваю, но иначе, кстати, у меня тут святомузыка, я за нее не отвечаю. Хотя каменты, наверное, посыплются, что свет там купили еще, что-то от моих любимых хейтеров. Хейтеры, кстати, это самые лучшие, как мне со временем девочки сказали, и когда у меня еще было, ну, меньше сотни наработки пищиков в прошлом году еще. И что, хейтеров надо любить, вот хейтеров действительно надо любить, потому что хейтеры это самые верные ваши фанаты. В общем, скажут, что мне надо свет купить, там, или еще что-то, свет у меня вполне нормальный. У меня-то случилось так, что я 15 минут говорила на камеру, но у меня флешка глюканула. Сейчас я поставила другую флешку, силиконовые флешки очень плохие. В общем, я все никак не куплю. Я другую на 16 гигов она вроде как у меня работала-работала, глюканула, снова стала работать. В общем, суть такая, что... Отлеглась, я забыла, про что говорила. Я помню, я нашу бугорты и моя говорила, как-то первые подписчики. И вот те, кто, они видят что-то вам не то, что некоторые мне писали в речку еще раньше. В общем, они так удивляют, что вот Аленка просто говорила, что я никто в речку вот такого не пишу, там, дифирам, какие-то да, там, спасибо говорят. Это очень вообще приятно. Люди, которые, так понимаю, какими-то, которые как-то не понимают свое тело, какие-то там комплексы у них, еще что-то. И у меня они что-то такое видят, я так понимаю, не все могут записать себя на камеру. На самом деле, я всегда могу делать обзоры, только если мне никто не мешает, если я в помещении одна. Ну, или хотя бы там, при няньках ей надо делать, тихо шепотом. Сейчас подозреваю, что не очень... Ну, я надеюсь, все-таки я более-менее тихо говорю. И, в общем, я могу писать видео, если я одна. Хотя я понимаю, что это выкладываю в интернет вполне осознанно, и это смотрят охрена людей. Но, если кто-то рядом, я не могу писать видео. Или, допустим, я не могу на камеру делать переводы, или редакт, или копаться в компьютере. Хотя у меня там два раза человек просил, запиши, запиши. Не понимаю, правда, в чем прикол смотреть, как я, допустим, снимаю... Не, я могу как-нибудь записать, потому что у меня DVD-привод глючноватый, что-то, и я, по-насореваю, там просто провод отошел, уже отошел, наверное, может, месяца три, но логи не доходят. Я могу попробовать, если мясо подойдет, и батарея будет заряжена, у меня будет настроение, спорция, так обычно все спонтанно, и я попробую записать, как я логусь копил. Если так, это интересно. Ну, для примера, как-то влита, например, вот не все умеют на флешку фотки сохранять, когда показываешь, как-то все равно не хотят учиться. Ну, я, в общем, я не понимаю, как-то вот в чем прикол, что вот смотреть, как человек печатает, да, только доказывать, что я что-то делаю, ну, допустим, нельзя спойлерить. Не спойлерить, я все время так слово путаю, но в комментариях, конечно, поправите, не без этого. В общем, что я говорила, я не умею объяснять совершенно, но если вы меня поймете, это вообще будет чудо, потому что мы сегодня с товарищем, где-то до полу шестого, может, до пяти ночи, в основном, как-то выясняли отношения, ну, в кавычках, конечно, отношения, там никакие не отношения, просто он не так меня понял, я поняла, не... Ну, в общем, вдруг, как мы не поняли, но объяснять это, это жуть. Я умею объяснять, но попытаюсь передать, что я имею в виду, что вот, допустим, те, кто принимают свои комплексы, они видят меня, но они сами не могут записать, допустим, себя на камеру, но кто-то там начинает вести, насколько мне просто известно, и они, конечно, ничего не путают. Ну, путаю, поправить, и подумаешь, я как бы свои ошибки признаю, и от них не отнекиваюсь. В общем, я опять хотела взять эти цветы помять, пока ехала до дома, приехала, забыла брать цветы, ну, значит, цветы будут в другой раз. С другой стороны, шепот, тихий голос, да, и цветы шуршат, это как-то разделять, наверное, все же надо. Ну, и что я там говорила, что, допустим, кто-то мне говорил, что благодаря мне там сам свой канал стал снимать, или еще что-то видео, переборол там что-то себе. Я так понимаю, что на какую-то часть я влияю положительно. Люди принимают себя, принимают свои недостатки и воспринимают это нормально. Вторая часть, или одна треть этих подписчиков, это те, кто не принимает свои недостатки, льются ненавистью, так называемые хейтеры, пишут гадости. Ну, я понимаю, что не только мне это пишут, но я про свой канал сейчас говорю, как я думаю, кто на меня подписан. Тебу-гурт пишут гадости про камеру. Знаете, я понимаю, что есть люди, вот у нас, я полгода после школы училась на дизайне, пошла, но там дизайна, правда, было урока два, наверное. Я был такой преподаватель, я в упор не помню, как его звать, живой он вообще. Но он говорил, ведь люди делятся на два типа. Вы идете мимо помойки и лужи, и видите красивое отражение неба в лужах, у помойки. А идет другой человек, и он видит только грязные лужи, мерзкую помойку, чувствует этот запах ланизма, все, и вот люди делятся на тех, кто видит позитив, даже там дела практически нет, и негатив. А еще моя мама мне говорила, что во всем надо видеть что-то хорошее, даже если настолько плохая ситуация, и что хуже уже некуда, и быть не может, все равно есть хоть капелька хорошего. Вот люди, которые пишут эти гадости, они, какая бы у меня камера ни была, они все равно придерутся. Мы с Аленкой как-то ехали, когда в Карабиху, она обсуждала, что вот у нее была одна прическа, она не нравилась кому-то, другая прическа, в общем, сколько людей, то ко мне не всегда найдется кто-то, кто даже там, где нет негатива, его найдет. Ну как, с меня везде грязь найдет, да? Я вот тут в этот раз решила заметить, сколько я говорю. В общем, у меня было 23 минуты, где-то сейчас 21-30, на 17 минут, я помню, ну, в общем, где-то на 37 минут, мне еще можно 7 минут говорить, то мне оставлю на паузу и снова записывать, потому что у меня это видео воспринимает только 17 минут. широкополосное. В общем, кто-то мне там говорил, что и там свет, штатив, еще что-то штатив у меня есть. Сегодня вот с подругой говорила, она говорит, ну и что в результате, Лёлька купила самый дорогой штатив. Я говорю, да, самый дорогой, самый качественный. Всегда я беру вещи, самые качественные, потому что они должны, суть вещи, служить. И что я говорила, что вот, ну, те, кто, допустим, там по поводу людей, есть, конечно, те, которые частично принимают свои комплексы, или, допустим, они видят во мне отражение какого-то, какую-то часть себя отражения, они это, вот, Лёля, то есть все значит правильно. Но стоит появиться какой-нибудь беременной женщине пожизненно, я не знаю, как её зовут, вообще совершенно, знаете, фиолетовая. Когда я в деревню приехала, правда, мне так радостно было. Ну, хейтеры, они самые же верные, да, вот, не каждый человек просмотрит видео до конца. Хейтер, он смотрит чаще всего до конца. Я сейчас скажу, гадость, я не все видео, Алёнки, теперь стала смотреть до конца, не все, просто раньше как-то смотрела всё, ну, там, как-то подстраивалась, ну, она была вроде как моим учителем, примером, да, но я ничего не понимаю в тушах, я им не пользуюсь, я в этом плане чувствую себя мужиком. Я видела, где там тени, туши, я просто, это, какая-то там тоналка, прочая декоративка, которую я не пользуюсь, она мне неинтересна, я это не стала, перестала смотреть. И они все свои видео смотрят, вот, человек ждёт, сидит, мониторит, пишет всякую хренатень, скатит, это, знаете, это такая своеобразная любовь, и вот, я там типа, то-сё, ты такая плохая, я от тебя отпишусь, они же переживают за вас, люди, вот, если у вас есть на канале хейтеры, вы не воспринимаете их негатив, вы воспринимаете их, как у них такая любовь, у неё так своеобразно выражают, вот, знаете, они отзаботятся о вас, у тебя супы молочные, глаза мигают, я сегодня была у маминой подруги, она же моя подруга, у неё тоже глаза моргают, сколько себя помню, у неё всё время глаза моргали, я как-то не думала, что это не норма, в общем, у тебя супы молочные, ой-ой-ой, слушайте, люди, они так переживают, у Лёли супы молочные, жуть, как там, Лёля, жить будет дальше, зубы молочные, у Лёли там где-то плещик, ой, как же, у Лёли камера не такая, как же она будет снимать, бедная Лёля, да, ещё там что-то, ну, кучу всего там, кожи придираются, ещё что-то, вообще заметила, когда я мало сплю, или живая, то мне все комплименты отвешивают, ещё до ютуба это было, если мне тут хоть один напишет комплимент, значит, мне надо меньше спать, буду на человека, похоже, у меня сейчас руку почесала, ну, не знаю, слышно это или нет, и, в общем, они вот это пишут, если вас кто-то там хаят в интернете, воспринимайте это как проявление привязанности и любви, чистый такой, бескорыстный человек ходит, тратит своё время на вас, на ваш канал, мониторит, смотрит это люди, я не все свои видео смотрела, раньше я смотрела полностью, чтобы знать уже, когда вот там нечего, зачем, почему, какие-то есть вот эти СМР, которые, когда я ещё не понимала, что это такое, написала по просьбе трудящихся, и кто-то от этого ещё что-то ловит, там какой-то кайф, мурашки, прочее, я не помню, что я там говорила, вот это пью какао, шепчу какую-то хрень несу, как оно называется, не помню, я пью, шепчу, пью какао, да, я вообще не знаю, что я там несу, как люди, я не осилила это вообще, я некоторые свои видео вообще не могу осилить, чего это такое, о чём, что я там говорю, тут человек смотрит, приходит, смотрит, тратит своё время, я под видео Аленки разбираю обычно облепиху и какие-то ягоды, очень нравится канал Наташи из Германии, я её смотрю редко, но с копом, просто так расслабляю, Настю смотрю за Рецкую, тоже, тыркаюсь, так же редко, но метко, что-то делаю обычно, под этим разбираюсь, или ещё что-то, ну это не анимед дирекшн, где надо, впылился и всё, ну вот так вот, чтобы, знаете, ходить, что-то смотреть, штать, да вот, хейтеры, это самые верные фанаты, раньше, конечно, я была, ну, бывает у меня, что я устала, морально-физически, я даже любую, незначительную, меня может вывести из равновесия, я не понимала, как это, почему люди гадят, я вот, ну да, вот, я Дима называю тутопистом, да, я вот тутописта, когда начала снимать, я так удивлялась, что кто-то что-то пишет, как это так, это зачем, ну, не доходило, что вот, ну, есть люди, которым смысл жизни обосрать другое, что они видят только негатив, что они ходят, у них настолько скучная, мрачная жизнь, что они не видят солнышко, даже это солнышко укусит их за жопу, сколько у нас тут времени, я думаю, мне надо пока закругляться и нажать на паузу, я с вами, у меня 17 минут времени, и наполовину развяженная батарея, то есть снова что-то у меня глючит, может, я просто плохо зарядила, может, что-то еще, меня чувствую болеть все-таки горло, в общем, та часть людей, которые пишут каменты, может быть, редко или просто смотрят и видят что-то в себе, я надеюсь, что я делаю вас лучше, и надеюсь, что вы начинаете себя любить и перестаете зависеть от мнения окружающего, так все-таки важно, все-таки ваше мнение, это главное, а кто там что сказал, что у вас что-то не так во внешности, это уже, вот мне мальчик сегодня сказал, что свое мнение, конечно, в чем-то он не прав, в чем-то он прав, свое мнение лучше не озвучивать, потому что мало ли что, ты сказал, человек не должен меняться под мнение окружающего, это именно, я считаю, он сказал правильно, это именно суть такая, Человек ничего никому не должен, тем более не должен меняться мнение окружающих Еще дальше, когда мне пишут Ой, ты должна купить камеру, микрофон, еще чуть-чуть Ты должна Когда я говорю, хотите поддержать канал, сразу сдуваются То бишь я должна, а мне нет Если я должна, то и мне должна, правильно? А если я не должна, то и мне не должна Все же добровольно В общем, что же еще Все-таки это бугур, там кто-то мне пишет Еще меня, знаете, так удивляет, когда улыбает, точнее так Хейтерами такие лапочки Сегодня девочка пока это написала Фраза начинается, я не хочу вас обидеть Если вам кто-то пишет камеру, я не хочу вас обидеть Он уже написал свое подсознание То бишь я хочу тебя обидеть Ты вся такая неправильная, ты не умеешь писать СМР Начинается камент, расскажет, что типа на вкус и цвет Чего-то там все разное И дальше, первый самый вот момент, когда Как бы Юлька сказала, после этого можно уже не читать Извини Я ей написала типа того, что за что мне тебя извинять Потом думаю, вот может подколоть наизвенять Думаю, ну зачем подавляться У меня хорошее настроение Я три часа выясняла того, чего нет с непонятным чудом Благо чудо меня не смотрит, надеюсь В принципе, я как бы буду фиолетовая, если чудо меня смотрит Но суть такая, когда общаешься с человеком, но взаимно И человек того интересуется, ты человеком А тут как раз вариант, когда тебе интересен человек, а ты человеку нет Поэтому я надеюсь, думаю, что он не смотрит меня на ютуб Ну и что еще Лиль бы фотик не сдох раньше, чем я тут проболтаюсь Я вообще очень жалела, что у меня там все так похерилось Все эти 15 минут О, светомузыка появилась Когда вам пишут комменты из «Не хочу вас обидеть» Можете дальше не читать Там будет или одна строчка, или на пол монитора какой-нибудь бисер Еще люди вскрываются Вот, ты думаешь Тебя пишут, писали мне недавно Тебя тут тролли, ты недоброжелатель Ты хороших людей подпитаешь под доброжелателей Пишет человек с комплексами, не принимающий свои комплексы И завидующий тому, что я вроде как по меркам людей каких-то несовершенна И на этом у него осталось светло Светомузыка Это напряжение в доме почему-то отражается исключительно на моей лампе И, в общем, пока меня не было, без меня меня женили Девочки обсуждали там что-то Я отвечаю со смайлами Девочки настолько привыкли видеть везде дерьмо в своей жизни И привыкли понимать, что они сами дерьмо Осознавать, что они дерьмо Что они видят даже в смайлах какой-то негатив Это насколько надо быть закомплексованным Это насколько надо быть не в ладах с собой Чтобы просто в смайлике, в добром пожелании увидеть какой-то негатив В результате девочка срывается на какую-то истерику Я ей пишу строчку, на мне десять Как говорится, это слово тебе двадцать сто там слов И я уже вся такая закомплексованная Я черти кто, злая и плохая Я тебе отписываю Да слава богу, какому-нибудь дьяволу Диа, сатания, сатана-женщина Ралу, Вейтану, еще кому-нибудь Да благословит тебя кто-нибудь, в кого ты веришь Отписалась Мне, знаете, я вот, когда снимаю видео и выкладываю Мне совершенно пофигу, кто меня смотрит, сколько человек смотрит Один человек просмотрел, никто не просмотрел Если там вы будете говорить, что А, вот ты там такая, еще там самовлюбленная, еще кто-то Нет, не пофигу Я когда начала вести блог Дневник на дипоретнике, два года Писала, я была уверена, что мне читают только енстомый человек Глеб Мальцев Я даже не знала, я не пришла внимание, что слева от меня кнопочка «ФИ» Туда ткнешься и туда попадают все-все посты И это куча народа читает И когда я писала статью про Глеба, о том, как я с ним познакомилась И я ее редактировала, и тогда по незнанию у меня получалось пост-пост-пост И нет, один товарищ, который там долго летит Ну, в общем, другом не стал В общем, он даже засуспендить меня пытался И мне Глеба писал, что вот мы, твои фанаты, тебя отстояли Я так удивилась, что меня кто-то еще читает Поэтому, когда я скидываю видео, мне всегда удивительно, что-то люди смотрят Конечно, хорошо, если там что-то такое получают И что-то не зря писала видосы, кому-то это полезно Но мне совершенно, я не гонюсь за подписчиками Вот у меня сотня, вот у меня две-три тысячи Останется там сколько-то человек Мне это не важно Честно, ну, от того, что меня там две девятьсот смотрят Мне от этого шоколад с неба не падает, молочный Я чуть последнее на него попала, полюбила его Ну и как бы, мне от этого ни холодно, ни жарко Я никого не заставляю себя смотреть Но суть такая, что вот эти люди, эти не хейтеры Это как у меня было, когда я в 2007-м вела рубрику «Сказки у костра» на Угличру «Угадай кто» или «Сказки у костра» И девочки, которые меня читали, они меня ненавидели Они считали, что я вся какая-то плохая, не такая Одна из них, вот однажды подошла ко мне и сказала «Лёля, я тебя читаю» «Нарисуй мне за бесплатную облему для женского мотоклуба» Знаете, что я ответила? Я думаю, понятно, что если ты меня читаешь, то я тебе должна Да нифига подобного, может он, вот тут Пушкина читают в школе Чё, он кому-то чё-то должен? И снова там даст привет Я, конечно, ей отказала И тут, когда мне пишут, что я тебя смотрю, ты мне этого знаю Особенно, когда люди вскрываются ещё в некоторых Я вот, когда меня спрашивают, сколько тебе лет Я там пишу, ну вот, 90% Это те, которые «А, тебе 32, ты выглядишь на все 100-500» Люди мне миллион лет Не поверите, миллион Да, я так фигово сохранилась Посмотрю я на вас в 32, девочки 12-летние Если вы при этом бухаете и курите То я буду очень рада, если вы будете выглядеть в 32 на свой возраст Как я сейчас Если я никому не завидую, совершенно И хейтеры, они настолько, они, ну, не знаю, настолько низкие Они вот настолько у них жизнь пустая Что если люди, которые пытаются перебороть свои комплексы Это та, одна, вторая, там Или одна, две уже одна, вторая вот этих Вот этих комплекционных подписчиков У них есть какие-то радости в жизни А у этих, у них ничего нет Они ходят, они обсуждают Бабки, у которых жизнь прошла Ничего уже нет, осталось одно прошло Они вспоминают, только прошло, обсуждать других И эти так же Любите хейтер Улыбайтесь всем Улыбайтесь всем Говорят, дурак всегда счастлив Иногда лучше показаться дураком Потом умные Они умеют, могут называться дураками А дуракей нет Я надеюсь, вы получили какое-нибудь удовольствие Или еще что-то Я надеюсь, удовлетворила желание некоторых На длинный СМР Я надеюсь, что вы все-таки получили эти самые мурашки Я говорила достаточно тихо Спасибо за просмотр И до новых встреч Пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!